друзья всем приветики всем привет я уже нахожусь на угольной отгрузился здесь японские товары магазинчик и сейчас мне надо съездить с вами в артемчик надо съездить две заявки сделать и потом на оренбургскую на угловую а то я она конечно не попала по пути но блин время 1136 у них с 12 до часу обед я уже не успеваю так что мы там сделаем две заявочки вернемся там отгрузимся потом поселок новый и в усурис друзья с вами стартанем как всегда всех друзья благодарю что посмотрели оставили комментарии поставил лайки дизлайки кто подписался благодарю от души всем крепкого сибирского здоровья на моем канале друзья мы едем посмотрим вот друзья наверно ннк появился и бензин и солярка сейчас посмотрим на рост нефти что все стабилизировалось все отлично так на рост нефти вообще почти никого нету можно так выразиться хорошо друзья но я здесь в артеме бам-бам и все две заявочки сделал прекрасно быстренько и все час едем на оренбургскую но время всего 12 17 ладно если что там посидим кофейку попьем поболтаем если что там такая пробка у них что-то непонятно что-то что-то или строят или ремонтирует упа я ее объехал между домами нашел новый новую дорогу как-то так как-то так так все надо нам где-то развернуться где-то развернуться так надо в левую сторону вот так вот проехать огне нам развернуться лучше удобно чтобы было вроде он там люди поворачивают у них я не помню я не помню я не помню нет здесь понятно между домами куда-то там едут а может там тоже можно развернуться не знаю но развернемся знаете где вот здесь у них напротив и вот дыка красивое тоже здание так здесь можно у них здесь повернуть ни хрена они от можно да где-то где-то можно грузовики смотрю туда поехал час проверим можно и нельзя что это за улица что это за дом улица ленина 7 дробь 1 а там да там что-то как-то невозможно повернуть опу-пу-пу-пу-пу-пу улица ленина улица ленина грузовик смотри смело едет парикмахерская есть это хорошо что есть парикмахерская тоже домишки такие старенькие старенькие уже тоже наверно какие-нибудь сталинки наверное у по станки наверное я все надо переключиться какой-то феникс между домами между домами ничего себе путь выбрал ёбан зимы проходите что что на меня смотреть да тут конечно я какой-то закоулки какие-то обалдеть грузовик стоит проеду или нет ну да ты встал тут конечно на курсе не туда не сюда отъедет отъедет мир упаковки тут стал тоже пацаны как-то тоже все не очень ладно тех молодец 3 как приходится крутится вертеться тут тоже новый год у них до сих пор были видите все перекрыто так можно было ездить видите закрыто все это типа типа немного объездная между между домами ну ладно нашли путь бегемот это игорь так читает бегемот что за бегемот вот мы и выехали конечно сильно не торопимся нам еще 40 минут до отгрузки погода друзья шикарная стала минус 3 там минус 2 не знаю там с утра было всего минус 8 очень очень потеплело но следующая неделя будет уже прохладно уже будем будет минус 15 там стоит уже артемовский автовокзал по сравнению с нашим то же самое одно и то же одна и та же архитектура одни и те же лавочки все одно и то же ничего современного нет арбат построили красавчики еще что-то строится у них все друзья мы на батарейный блин этот райончик мне нравится под артемом вообще угловая вообще блин там такие домики есть аккуратные хорошие недалеко от города магазинчик рядом есть если что трасса далеко от трассы далеко такие вот халук вот такую купить за тысяч тридцать да и построить себе домик да было бы неплохо нравится мне конечно свой в своем доме никто тебя не тревожит сам себе хозяин чем в этих многоэтажках бенчат меня напрягает иногда а самое большое напрягает это вот это вот срач вот этот просто срач вообще никто за собой ничего не убирает мусор бросают блин вообще правильно говорится чисто не там где убирают а где не ссорят у нас так вообще ну и в городе в самом тоже были меня так это сильно было на бывает аж подкипают так ребята вы чё тут оренбургскую закопали и у бонзин а нет пацаны тут оренбургскую копают что-то прокладывать будет ковшик сломался что у них обед здесь но полчасика мы здесь с вами постоим подождем но все хорошо мы здесь сделали друзья артем покидаем угольную покидаем едем в поселок новый прохладное туда в ту сторону друзья едем 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 вчера я замок друзья поставил все-таки поставил этот замок и все прекрасно надо было мне с самого начала догадаться что сверлить что-то еще делать поменял начинку поставил старый корпус и все и вчера воткнул все отлично все работает все довольны даже соседи прошли там нером руку пожали сказали ты красавчик я всегда был красавчиком так что все нормально друзья на даже супруга у меня несколько раз спасибо там все работает там все работает пойду покурить горю проверю проверил все друзья работает люди заходят выходят все нормально мы сегодня посмотрим если если его не доломают то все будет значит зашибись так что все на счет этого я все сделал меня это порадовало я же не сказал что все я могу уже работать если вдруг водила не смогу работать то пойду работать муж на час муж на час жена говорит ну да вот теперь с тебя как раз будет и муж на час у тебя сразу муж на всю жизнь я верну да видишь и я же тебя муж на всю жизнь она как но до говорит досталось же мне игру я был создан только для тебя я был создан для тебя рожден дорогая и тут ты долго ждала этого ты ждала целых двадцать с лишним лет японский городовой даже как мы смеялись игру зачем я пошел в море зачем я пошел в море и там я тебя увидел говорим и поржали поржали с ней куда вы едете пацаны пацаны вы куда ей как без юмора иначе вообще не проживешь иначе не проживешь кто-то у меня спрашивал игры будешь проезжать покажи поселок новый немножко друзья но если как нибудь заедем туда я вам покажу но он поселок новый да неплохой скажем так не там иногда бывало проезжал раньше вообще частенько у нас там заявочка была тоже зом магазин там есть на рынке проезжал там ничего такой поселочек неплохой поселок новый а мы нам надо в прохладное друзья направо до усуриска 59 километров ну все друзья здесь мы грузились рядом с поселком новым в прохладном и все и полетели мы в усурик по как всегда потихонечку волосики назад летим летим об друзья и мы уже в усурике так едем мы по улице по кому улице и по какой-то улице мы короче едем я еду по на автопилоте так мне здесь надо коробочку отгрузить и нормально и дальше едем блюхера улица блюхера вот наверно ему тут постамин с какой-то стоит нам вот сюда вот сюда в самбире 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 никого тут нету вроде грузовиков не вижу значит нормально значит нормально здесь я друзья отгрузился одну минуту никого нету вообще в елочку приехал в елочку в елочку так если так пойдет и дальше вообще мы здесь долго не задерживайся мой счетов быстренько вам и все так не гладут выехать нормально 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 выехать все отлично всегда бы так подъехал выгрузился поехал подъехал выгрузился поехал а то час вот я сто пудов знаю на самбире там на другом самбире на краснознаменной там блин как всегда ладно не будем нагнетать может быть там тоже быстренько все отгрузим тут еще по сарафанному радиус слышал у нас дороги собираются делать где мы с вами ехали по стрелковой там уже все оперативно штаб администрации уже все планируют ремонт и ищут опять подрядчика опять ищут подрядчика как всегда опять аукционы опять коррупция опять бог его знает бам-бам-бам все как обычно но дороге я вам говорил будут делать значит будут пора уже эти аукционы убрать все уже прекрасно знают что такое аукционы по подрядчикам не все равно до сих пор они эти аукционы аукционы кто меньше даст денег за ремонт попросит денег за ремонт а в итоге выходит что чем меньше попросили так и сделали все через одно место потом опять переделаем дороги подрядчик потерялся до или обанкротился у нас в основном говорят обанкротился чтобы потом в тюрьму не посадили но мы обанкротились извините извините упа все как всегда пальчики проехали сейчас мы через автовокзальчик на суханова 55 б бам 4 коробочки и дальше полетели а насчет строительства я с вами вполне согласен везде во всех странах имеется ввиду даже в китая даже в неблагополучных странах стройкой стройки идут вообще мгновенно там так сейчас такими технологиями строить просто я не знаю строй до строй но у нас все как всегда земли много руководства много толку никакого как обычно да как обычно я даже вот тут по условий уезжу всегда тоже у них столько строек есть ну и запущенных объектов тоже мама не горюй не знаю почему с этим связано но все это административная тема коррупция административная тема там таких просят поборы такие берут что мало не горюй из-за этого даже где-то я слышал в правительстве там говорят почему-то у нас упали стройки но имеется виду жилье вообще стало как будто раньше вроде строили оперативно а сейчас что-то вообще что-то никак из-за этого и цены на квадратный метр просто такие дичайшие вы мне говорите что в санкт-петербурге что в москве цены одинаковые одинаковы с владивостоком это просто песец просто но сравнивать до или владивостоке или санкт-петербурге или москву ну просто не знаю не знаю стройки они идут одна за одной одна за одной но все это так долго и потом после 50 лет этот квадратный метр просто стоит невыносимо дорого конечно в это в этой сфере надо что-то менять но как менять не не в непонятно непонятно все мы отгрузили друзья тут у по поехали съездим самбери посмотрим что там творится марч-марч-марч мячи какой вы его и со спойлером сверху и да здесь также как у нас в владивостоке тепло в уссурики что они тут в центре надо посмотреть все елочку убрали тут быстро оперативно все почистили все убрали а у нас кучей навалили елка стоит и японский городовой ну ладно тоже уберут так подъезжаем самбери так смотрю один уже грузовичок большой там стоит один уехал 2 стоит 3 стоит да там ладно все придется ждать придется ждать никуда не денешься пацаны большие стоят да не маленькие да охранник говорит всего три машины первая вторая третья я четвертый ладно мы пока тогда супер контик сидим да друзья да все нормально подождем все подождем сглазил я друзья это самбери короче сглазил сейчас короче пришлось мне немножко поругаться немножко понервничал ну блин приехал там всего две машины я подскажу охраннику говорю все две машины ну да ну ладно постоим думаю две машины ну полчаса ну минут сорок там ладно там вопросов нет постоим подождем машина заехала другая выезжает другая какая-то приезд за мной уже там башен 6 наверно скопилось и какое там холбасник подходит короче что-то пошел туда поговорил там что-то туды-сюды посмотрю он заезжает как охранника я кручу за хренатень говорю о чем заезжает у нас наверно очередь здесь ну вот он я не знаю там иди там разбирайся я главы здесь зачем сидите мы зачем здесь учили тогда занимаем пошел туда короче пошел вовнутрь зашел говорю о чем за хренатень ученые группы это самая колбасик у вас заезжает вне очереди они да вот он это самое у него на 11 часов игру какая разница на 11 на 12 на 15 говорю время говорю сколько уже пять часов прошло он должен к вам приехать на из пусть в общей очереди сидит и ждет говорю охранники там стоит у воротом чё ты там это самое гру слышишь я с тобой вообще бы не базарю гаю посетена то пошли глю пойдем по базарим говорю ну и там уже приемщик какой-то парень такой да ладно ладно мужик ну чё ты я гудок на ничё грубой у меня тоже накаливает это нужно терять по полтора часа грюб просто из-за того что кто-то когда-то опоздал пусть стоит в общей очереди все бы пошел короче сел сел сижу короче думаю ну ладно он пройдет его сюда этот смотрю этот охранник мах машет короче другому какому-то не за там яблочник какой то не знаю или фрукты он там он у машет короче я не понял выскакиваю опять или него то у него типа это сама он уже записывался блять я блять хорош говорю сейчас перекрываю дорогу в эти мне хоть записывался не записывался грюм не по хрену гай и ближе короче встал к этому к шлагбауму стою жду короче потом смотрю куда второй охранник там выходит короче а ты можешь на руках занести там девушка сказала она тебе примет ерд у меня коробки большие игру с этим с туалетной бумагой ну давай я заеду хоть поближе подъеду грида занесу ну давай давай пошел к этому охраннику сказал тот открыл шлагбаума и заехал занес на руках брить и как всегда вот извиняйте ребят ну тут как всегда у нас пока не поругаешься блять ничего не получится вот зачем не знаю не знаю и у них между прочим так постоянно в сами редко когда там просто бывают конечно я там нормально приезжая проскакив у меня вот эти хитрожопые водители бы всегда убивают вот всегда убивали мы я вот себя веду всегда можно сказать культурно или хотя бы хотя бы спрошу пацаны там можно занести нельзя там у нас городе а здесь так там пошел что-то хрюму там то с охранниками то с приемщиками то еще чем то шоколадку кому-то дал ведь от меня то убивает а другие стойте да там вы пацаны постоите ничего страшного время деньги брать братан надо кому-то проколоть колеса да ладно игорь успокойся чё ты закипела немного друзья закипела бывает такое так меня здесь я заявочку сделать одну и срочно ехать в этот самый в надеждинск они работают до 6 успею опять не успею туда вот чем меня колбасит ладно ребят но бывает такое бывает закипаешь на хитрожопых не люблю вот это вот мы вот я без ученики вот пожалуйста выдавайте я вот и вот спасибо вам большое тебе сигаретку дам тебе шоколадку не из-за этого и порядка никого нет взяточники коррупционеры так у нас в россии постоянно а потом водители такие как игорь николаевич кипят юбан зимы ну не люблю я это вот честно говорю потому что я себя всегда в основном почти что веду культурно весена на без очереди пожалуйста спаси ладно все короче проехали но и там разглагульство ладно едем 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 друзья едем все обиделся я на уссурик короче наливки ну короче блин надо дать грозда на порядок не наводит здесь ни хрена вы только пиво пьет быть и все и какие-то видосики снимаем а порядка нету что тут такой что за развороты в уссурике что за развороты пасмурно пасмурно пока сидел короче друзья листал там и слушал радио сказали в уссурике завтра будет 0 плюс 2 обалдеть завтра вообще будет жарище ребят все растает все подчерпа тает мы потом холода придут еще но все все подсушить все подтает ну все поехали у нас еще одна заявочка в надеждинске друзья был за я успеть время 17 00 я думаю туда успеем 17 00 ну примерно минут 35 ехать наверное не меньше засекаем и летим друзья но друзья уже и в надежде подъехали осталось мне тут 200 300 метров до магазинчика 17 37 за 37 минут за 38 доехали ну как я и говорил 30 40 минут все подъехали я мы здесь выгрузимся и будет замечательно где он тут магазинчик этот вот он 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 ну все друзья я успел сделать короче все я успел сделать поселок новый успел успел я как говорится время 17 56 нет мы тебя горит уже и не ждали и забыли гранения него нас не забудете я успею успею так что все сделал друзья а а а а а а ну все друзья 1815 мы в городе нормально нормально что там гонять его перепуганы ну все наконец-то приехали мы на базу друзья 1827 вон он как он собаня сейчас собаня у меня что-то было для тебя чапа нету так я тебе дам кто-то говорил также его назвать вот я вот думаю какой же ему крикофан дать вообще какую кличку чувствует что я подъехал тоже собаки же такие уже ему дать кличку барбос а просто давайте ему дадим кличку барбос ничего ну-ка на барбос он похож нет я посмотрим барбос отвлекается бубик бобик такой как-то чё ты чё ты чё ты барбос ты барбос пальцы только мне не откусили барбос ну да на барбоса похоже будешь барбос короче ешь давай ешь а тот а тебе не досталось все теперь ты потом поешь да 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 гавка гавкой этот схватилась не знают как проглотить дорожовой бро разговая разговая чё маску так все не нашли чапа плата унесли увели куда-то до увели увеличу до вас как косе конечно да такие дела друзья ладно я как всегда друзья всех благодарю что вы смотрите оставляйте комментарии сайте лайки дизлайки подписывайтесь подписывайтесь друзья я всех вас от души благодарю всем желаю только самого главного это крепкого крепкого сибирского здоровья друзья всем вам и вашим близким и конечно ребят давайте систо до завтра всем пока пока